Друзья, если вы хотите узнавать первыми о выходе новых роликов, то подписывайтесь на мой телеграмм FreakFamily. Туда я закидываю анонсы о новых видосах, а также иногда высказываю свои мысли по поводу сквада. Также хочу напомнить, что у меня есть второй канал FreakFamily Live, в котором выходят нарезки, не попавшие в основу. А теперь, приятного вам просмотра. Я вижу уверенность в бойце Артуре, Самвелла, но я не вижу уверенности в Дмитрии. Пап, он тут немножко боится за своего бойца. Если для вас крики это уверенность, то, друзья мои, вы ошибаетесь. И после того, как распахнулся халат, я еще не вижу хуя, блять, у этого бойца. Дмитрий, вы показываете свое спокойствие, да, чтобы не переживаете. Так я знаю, что достаточно будет двоечки. Самое сложное, это будет найти подбородок у противника. Хорошо, ребят, сейчас я хочу... Я тут подбородок, понял, нахуй? Слушайте меня, Дмитрий Ликс. Это ваш боец, и он будет завтра... Алё, дурачок, нахуй, ебать, ты чё, сука? Джеб, джеб, боковой, боковой, боковой. Вячеслав, покажи двоечку, которую я тебя учил. Слава, двоечку, покажи двоечку, быструю двоечку. Вот, вот она, добивочка. Да, мой будет жарким. Бля, бля, гриб, 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 гриб. Какая у тебя двоечка, твоя двоечка, это вот так только... Гриб, просто попущу, бля, разорву очку, нахуй. Гриб, гриб, грибочек. Кого ты там попустишь? Алё, кеши, нахуй, на жердочке сиди, ебать. Грибочек, да он для тебя мухомором станет, дружище. А ну, кеши, ебать, я пахни, бля, слышишь, бля, поймёт, нахуй, мухоморный, бля. А ты успокоился там, бля? Злой, а ну покажи, как ты добивать его будет. Злой, а ну покажи, как отиков работаешь, нахуй. Удушай, удушай, удушай еще вот так вот, знаете, удуши так, вот так вот. Мухоморный будет работать так же, как эта сломанная груша его. Души, души, хорош, бля, вот он мой, вот он мой ученик, пля, ладно? Вот он за яичками так бороться будет. Вот так же, он, слышишь, обконченный, бля, с животиком будет лежать, нахуй, завтра, бля. Он успокоился, нахуй, я щас поко... Смотри, вот, знаешь, яблоко от яблок недалеко не падает, посмотри, мой удар и свой. Поэтому вы два таких долбоеба, нахуй. Ихуя, он конченый, бля. Самвел показывает свой профессионализм Я думаю, что стоит Стоит подойти к нашим Точнее, репортерам Подойти к нам Первого репортера я подзываю Его, кстати, зовут Шадоукек Здравствуйте Максим Павлов кличут этого человека Добрый день, Максим Павлов Если у вас какие-то вопросы Да, конечно, у меня есть парочка вопросов Здравствуйте, всем привет, дорогие друзья У меня тут записано Один вопрос к злому, второму к полковнику Пустеренко Здравствуйте Да, я слушаю вас У меня тут записано, что вы В прошлом работали дояркой Как, я вот, такой вопрос Как так получилось Насколько сильно вас обидела корова Что вы стали работать в ММА Понимаете, мистер Шадоу Пеннис Просто доярка Это всего лишь было небольшое прикрытие Я вырубал с одной левой БК между рук, так сказать И меня называют на рынке One tap, one kill Я извиняюсь, как силу на рынке называю В этом не сомневаться Это что за... Какая-то букашка с тобой разговаривает Не отвечай ему нахуй Нахуй ты какому-то репортеру отвечаешь Это не солидно, блядь Что, я хочу сказать, отдавай Не забивайте репортера Да ну, что происходит, блядь? Снимали руки закрыли, блядь Да, давай Я хочу сказать Порядок привести Полковник Послушайте, это... Пресс-конференция Тут нет правил Да, репортер Тогда, Слава, встань И ебни его Сейчас прям нахуй Да, можешь ебнуть Я хочу разтянуть Я хочу разлинуть Или, подожди, вы имеете Тут репортера ебнуть? Не-не-не, между ними Вадим сидит Не-не, никакой драки Если драки не будет Не, мы на уважении, блядь Я хочу с ним разобраться В октагоне, блядь С этой киской ебаной нахуй Репортер Максим Павлов Есть ли у вас еще вопросы? Конечно Полковник, как так вышло Что вы проиграли 7-1 доярки? Да, я могу все рассказать Я могу, как бы, ну, естественно Объяснить ситуацию Вы должны понимать то, что У нас у всех бывают успешные дни Бывают неуспешные И это был неуспешный день В моей карьере Все должны понимать то, что Любой взлет начинается, блядь С падением, блядь Вячеслав, он просто вас подкалывает На этот вопрос Тренер, у тебя что-то тренер был Где он? Кто был тренером? Нажды, лутер тварный Не было Лутер навсегда Навсегда Вы сейчас соймуете команду ебаном, блядь Засасал один раз Ибо что там злой свои буфера нахуй выкатил Будет дуполь отсос, блядь Вразилии, Германии тоже Су-ка вымя, блядь Вячеслав, я хочу, чтобы вы сказали пару слов О своем предыдущем поражении Да, да, да Преизуще это про какое именно? Ха-ха-ха-ха Их было такое Нет Да, 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 я естественно понял За шуткой просто Я естественно понял Как так вышло? Я естественно понял Да, вы должны понимать то, что В чем была проблема? У меня была большой задержка Большая задержка у меня была Происходила из-за того, что Был подключен Задержка в чем? Задержка в переходных Развитии, в боксерском у него была задержка Задержка в развертке В развертке В развертке Максим Павлов У вас есть вопросы к Вячеславу? Да, Вячеслав Это еще выяснилось По прошлым видеозаписям И прошлой деятельности Дмитрия Лиханова Он у вас оказывается овощевод А не тренер Как так вышло, расскажи В 2003, накануне 2004 году Дмитрий Лихан устроился Перед тем, как начать боксерскую карьеру Вообще тренировочный свой путь Он устроился на овощебазу Потому что я из овощей делаю животных Которые рвут на ринге Вячеслав, нет чувства, что вас обучают как овощ Не, ни в коем случае Я хотел быстро рассказать его За счет чего он сел Там конкретная отмывка помидоров Вячеслав, самое главное Чтобы вы завтра не выглядели как груша Хочешь поднять бабла? Заходи на Апэкс Тебе на выбор предоставлены множество игр Краш, слоты, кости Кейсы, минер Эти иксы взорвут твою голову Наши режимы дают нереальный профит И это только вершина айсберга Играй в свои любимые режимы Поднимай бабла И забирай плюсом турниры Играй в игры И крути рулетку каждые 15 минут бесплатно Получи бесплатный баланс с этим промокодом И помни, кто не рискует, тот не выигрывает Злой, настроен против боя, против полковника Бусиренко. Да, стало плохо, ладно, все, вопросов нет. Ну ладно. Ну я что вам скажу, он меня писал вопрос. Звёточку, ликсу, а еще потом зацует туда этот гриб, ебаный, и забьет вот так, вот так, вот так, понятно? Ебать сказочники сидят, нахуй. Само, смотрите, есть одна проблема, когда вы очень сильно кричите, мы вас не слышим, поэтому... Поэтому кричите больше, чтобы вас нахуй вообще никак не слышали, блять. Вам надо чуть-чуть, чуть-чуть меньше. Рано, рано, пропустил, нахуй. У меня есть, у меня есть один вопрос. Кому? Почему здесь одни репортеры, где наши зрители, где наши фаны? Вообще-то наши зрители в чате, но ваши фаны и ваши фаны. А за меня все болеют, блять, я уверен, нахуй. Не, ты пустил сюда репортеров, думал, тебе никто не придет поддержать, потому что все за меня, да? А при чем здесь, все здесь, все здесь, все здесь, все это видят, все это видят, все это видят. Я имею в виду, что в эфире ты здесь. Артур, смотрите, во-первых, это все собирал я, Артур, то есть, то есть вы считаете мою проделанную работу некомпетентной? Да, компетентностью тут немножко не пахнет, как бы, да? А зато пахнет, блять, вы говном, нахуй, сыкло, ебанное, ты обосрался, нахуй. Все собрались, все говорят. Они нас видят через экраны, их нету тут в дискорде с нами на конференции. Я не хотел увидеть их лица, как они смотрят. Они у нас, они у нас сердце все, Артур. Артур, а мы можем провести голосование и увидеть, за кого они болеют. Это отличная идея. Уважаемый, уважаемый ведущий, последний вопрос к злому. Да, ведущего тут нет. А? Кого? Ведущего тут нет, у тебя есть организатор. У тебя есть организатор, ложительно, относитесь. Прошу прощения, последний вопрос, злой. А вы подбирали ваш халат под цвет вашего говна, или как? Не отвечаю, злой, нахуй. Не слишком компетентный вопрос, как бы, да, у репортера. Поэтому я говорил, где тут вы же говорите, блять, голбоед, нахуй. Где тут зрители, понимаете? Можно я тебе вопрос за, пожалуйста, один вопрос, злой, вот эти грязные. Конечно, конечно, конечно. Один вопрос, вот, пожалуйста, ответьте мне, пожалуйста, организация, да, всего этого мероприятия. Скажите, пожалуйста, кто-то может мне ответить? Как клоун может стать тренером? Вот как? Как? Мы сами лахаем, как ты им стал, блять. Самбел, мы же не делаем, что ты делаешь. Слава, подожди, подожди. Слава, подожди, подожди. Спасибо. Пусть помолчит, хорошо. Разговаривающий гриб, пусть помолчит. Сейчас взрослые люди говорят, ребята. Следующий репортер. Следующий репортер это Гуакамоли. Ладно. Марк Григорьев. Встречайте Марка Григорьева. У него есть пару вопросов, чтобы вам задать. Че, мне одному не похуй на него? Ебало. Мы его не видим. Можно сразу к следующему репортеру. Марк, здравствуйте. Марк, здравствуйте. Здравствуйте, ведущий. Здравствуйте, бойцы. Почему вы находитесь за нами? Марк, призрак. Здравствуйте, здравствуйте, друзья. Я хочу сообщить такую вещь. Ведущий сообщил то, что... Точнее, организатор сообщил то, что у нас онлайн-конференция. Но, как видите, зал уже готов. Октагон готов. Публика заряжается. К завтрашнему дню. Все готово. Мы ожидаем только бойцов. Спасибо вам, Марк. Мне очень приятно. Мне очень приятно. Что ж, друзья. У нас заключительная пресс-конференция все-таки перед боем. И у меня вопрос к двум бойцам. Друзья, как идет вообще ваша подготовка к бою? В первую очередь, я думаю, этот вопрос волнует многих. Как вы тренируетесь? Как вы готовитесь? Как вы занимаетесь? Интересно, что ответит мой оппонент на этот вопрос. Мне кажется, этот вопрос больше тренерам, наверное. Нет, давайте я в первую очередь отвечу за себя. Я не буду много говорить касаемо своей подготовки. Я просто сделаю вот так вот. Как? Сейчас покажу. Я думаю, вопросы отпали нахуй. Слабачки ебаные. Уважаемый Марк. Да. Да, Дмитрий. У меня вопрос к вам. Непривычная, получается, конечно, роль. Вопрос к репортеру, но все же. Могу ли задать? Конечно, конечно. Я знаю о связях вашей девушки с тренером команды Артура. С Самвелом. Могли бы вы как-то это прокомментировать? Являются ли ваши вопросы в связи с этим предвзятыми к моему? Связи. Хорошо. Я точно ваш вопрос. Нет, связи абсолютно неуместные, потому что их как таковых нету, Дмитрий. Их как таковых нету, это всего лишь ебаные вбросы и вкиды. Алло, Тань. Вкиды это мы любим. А я сейчас на конференции, да. Это все ложь. Это все ложь. Марк не здесь. Он не узнает. Слава. Да, да, Марк. Вячеслав Бустеренко. Расскажите вообще, что у вас здесь ситуация с Артуром произошла такая? Вы вроде бы нормально с ним ладили и тут внезапно начали недолюбливать друг друга. Только посмотри на зло вообще, как эту бедолагу можно тронуть пальцем. Что вообще спровоцировано этот бой? Я честно скажу конкретно, то есть, ну, до этого, до вот этого конфликта у нас было совершенно нормальное, адекватное общение, но в какой-то момент просто, то есть, ну, реально чел про мою маму сказал. В момент, когда он нашел себе нового тренера. Артур, что вы можете сказать? Что у вас за конфликта с Славой? Что я могу сказать? Мне кажется, репортер 2 долго с нами не продержится, потому что сейчас приедут охотники за привидением и будут ловить Каспера, но не суть. Да, пацаны приедут, нормально. Дело в том, что я бы хотел сказать и про свои тренировки, как бы, да, они проходят замечательно. Конечно. Я вас услышал. Вячеслав. Да, да. Вы же на 100% уверен, что можете выиграть Артура. Я совершенно уверен в своей победе. Прям на 100%. Нет ни малейших, ни малейших. На 100%. Ни малейших, блядь, нет сомнений. Я готов ебать. Вячеслав. Еще никаких сомнений даже малейших. Завтра я тебя выеху нахуй. Вячеслав, если вы проиграете, завали ебало. Если вы проиграете, вы готовы выиграть стандаром? Водки на стриме. Можно вопрос тренеру Бустера? Еще раз? Вики, Голд Эс. Голд Эс, скажите, пожалуйста. Да, здравствуйте. А вы вообще, ну, титулованный боясь не... Вы вообще кто? Покажите форму, тренер, покажите им. Тренер, покажите им, прошу вас. Покажите нам, как копать картошку. Покажите нам, как копать картошку. А вообще вот. Это непонятно, шапка клоуна. Тренер, покажите им. Какой же он тупой, блядь, он замутил микрофон. А, нет, нормально. Тренер, покажи им. Тренер, я в тебя верю, блядь. Все, 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 все. Тренер, вы как всегда, вы лучи всех. Дмитрий, можно попросить шляпника на землю припусить? Это скорости старая техника. То, что старая, это 100%. Жаль, как осна, кусай, как комар. Вячеслав, если вы на 100% уверены в своей победе, вы готовы на стриме выпить 100 грамм водки, если проиграете? Слушайте, я так как, ну, так как я являюсь спортивным человеком, я не могу себе позволить, блядь, вот эту хуйню алкогольную. Я посвятил свою жизнь спорта, я уже показывал свою форму. Слушай, твои птики не такое было, блядь. Что ты ломаешься, пуси? Ты до сих пор булькаешь, ты, ебать, слышишь, нахуй, как в аквариуме, блядь, у Немо, ебта, блядь. Да поел, нахуй. Ебаный, у тебя до сих пор за щекой сперма засохшая лежит, ебта, ряженка, блядь, домик деревни, блядь, трехпациентов, трехпациентов, блядь. Я, нахуй, кисломолочные продукты, ебаные, блядь. Ты завтра, сука, полезная, блядь, ответишь за все слова, то, что ты сказал, нахуй. Я вас услышал, друзья, я вас услышал. Это все вопросы, которые у вас есть? И у меня к вам вопрос. Этот бой сделан тоже для вашего дальнейшего медиа развития в пространстве платформы твич? Слушай, Каспер, я люблю драться, я люблю побеждать. Я это делаю не ради денег, не ради славы. Мне нужен просто этот бой. Не ради славы, ради славы этого хуя, ебта, дурак, блядь. Что тут бой? Тише, мой подопечный. Я очень сильно расстроен, то, что за славу больше голосуют. А еще больше очень сильно расстроюсь, когда люди расстроятся в том, что ты проиграешь. Ведь они в тебя верят. А тут-то верят нечего. Маленькая кошечка. Дружище, блядь, дружище, нахуй. Просто маленькая овечка, я постригу тебе. Ты, ты, по-еб, нахуй, иди нахуй отсюда, ты сперма ебаная, блядь. Пенис. Я вас услышал, Артур, спасибо за ваш ответ. Можете еще дополнить, пожалуйста, что вам не нравится в вашем оппоненте? Что вас подвигло на этот бой? Слишком маленький ротик для моего большого пениса. Блядь, я для твоей зубочистки, нахуй, даже любая дырочка, даже сырная подойдет. Ты иди в пизду, ебать. Я завтра в тебе, в реально, как в сыре, как в пармезане, ебаного, как в сулугуни, нахуй, протолкай его, блядь, в тебе все дырочки, сука. Покажи, покажи свою форму, блядь, хуйло. Ебать, там сиськи торчал. Что-то за вяленое, хуйня, там ебать вымя, нахуй, его хоть сейчас за соски подергаем, блядь, кефиры тебе отдаст, нахуй. Блядь, на него мышцы, посмотри. Что-то за пунктый дебор, ебарщик, блядь. Ты, девочка, нахуй, я могу стать табуреткой для моих яиц, ебать. Артур, в течение 10 секунд побоксировать, можете? Покажите мне серию, включите. Тренер, включи его музыку. Не надо, не надо. Вы что тут клоуна нашли боксировать, ты лучше своего ученика научи боксировать, Вась. Тренер, включи меня, тренер, давай. Подпился моим пеннисом, блядь. Я тебе просто, бам, ван тап. Это сильно. Васак, нахуй. Да не, да чёрт, мне не надо ничего говорить, блядь. Спокойно. Я ж данного вальчика. На руке. На руке, вот это уровень. Вот это, как у беды. Сила, но ума-па нету. Зверь. Кстати, все есть легенды, что злой умеет на одной руке пять раз отжиматься с ноль лет. Какие точные удары ногами, но они ему не пригодятся. Держи удар, Слава, выше, выше и блок возвращай. Слушай, злой, хайки, как я учил. Ударов у Слава вообще не видно, кстати. Ударов не видно, но он бьёт, он бьёт. Красава, хорош. Настолько быстрый удар у бутеринка, что их просто не видно. Сейчас он пытается снимать, когда у него перчатки. Хорош. Пошло. Руки маленькие, но это даже флюс. Будут слицать через блок. Слава, раздевайся. Маленькое тело Славы тоже позволит быстро двигаться. Слава, раздевайся. Слава, раздевайся. Ликс, где у тебя красная штука на носу? Не подскажешь? А? Красная штука вчера видел. Артур, вы пришли на бой и не соблазнять женщин. Я пришёл крахать Слава. Я пришёл крахать Слава. Это цвет ринга и лица Артура завтра. Готовьте тампоны и ваты. Не, на носу красная штука такая была, её так натягивалось. Это что у тебя было, не подскажешь? Ну, знаешь, что не про нос такая история была. То, что натягивалось похоже на хуй, ёптай, наружу. Завтра натянем твоего бойца. Давайте вытянем твоего бойца. Как не прыгнуть, это понятно, нахуй? Мой боец слушается. Завтра я, блядь, твоему бойцу, нахуй, без шенгенов по Пенгаген слетаю, ебать. Летаешь, летаешь, на коленях будешь молзать, сучка. Микки Голд Эс. Давайте, следующих репортеров, я думаю. Хорошо. Сейчас мы позовём вам репортера. Кстати, он довольно давно в боях. Недавно он очень жёстко закусился. Ну, ещё дальше он в хуях. И вырубил его с одного удара. Это Иван Шурпатов по кличке Строга. Добрый день. Аплодисменты. Тише, 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 парни. Кто анимешника на стрим позвал с ушами? Да, слушаю вас. Точный репортер? Да. Тогда у вас есть подготовленные вопросы? Есть пару подготовленных вопросов. Первый вопрос к Вячеславу. Да, конечно. Вячеслав, у вас лустриг 0-3. И что? И вы проиграли на неделе один бой. А также в Clash Royale посыслили два боя. Как вы думаете, сможете ли я одержать победу в этот раз? А-а-а, я тебя вспомнил, ебать, рыжий карапуз, нахуй. Себа вы в сосёте. Я тебя вспомнил, рыжий карапуз, ебаный, блядь. Оттраханный, блядь, ебало, завали! Вячеслав, он говорит правду, Вячеслав? Отчасти, да, я не спорю. В какой-то момент своей карьеры, я раньше до того стал бойцом, я был профессиональным игроком в Clash Royale. Вы самые гланды пососали в Clash Royale. Завони, ебало, слышишь, блядь, мандарин ебаный, блядь. Какие недели вы пососали в Clash Royale? Иди, яхуй отсюда, дай нём-то, блядь, за них не пизды и лох, блядь. Какие у вас были успехи в этой игре? К сожалению, да, в Clash Royale у меня, мягко говоря, не пошло, то есть, в своё... Слава, так вы ссёте во всех играх и тут решили? Да, да, господин злой. Блядь. Он во всех играх сосёт. Да, давай, что это за хуйня, это некомпетентный репортер. Репортер, подождите, я требую, чтобы он урали нахуй. Тренер, спасибо! Вы уже разговаривали с девушками, Иван Шурпатов. Извиняюсь, больше не буду. А то мы видели ваши некоторые... Давайте так я тоже выставлю роли репортера, да, давай, прошу прощения. Мистер, у него в прошлом была кличка Грибок, Гриб. Вячеслав, Вячеслав, до этого вы играли в игру под названием Clash Royale, правильно? Было дело, было дело, я пиздеть не стану. Да, я не спорю, я играл в Clash Royale, да, и в какой-то момент я проиграл этому, блядь, мандарину ебаному, блядь. Было дело, да. И что, я принял... Гром, ты что здесь не в форме, слышишь? Но все проигрывают, Вячеслав, правильно? Ты что-то здесь не в форме, слышишь? Может, включаешься? Давай-ка не пизди, нахуй. А вам на него смотреть не надо. Да вам его надо съесть и отравиться, понятно? Слушай, чё, не важно, как я выгляжу, ебать. Важно, как я буду двигаться в ринге, ебать. И как твои губки будут в ринге двигаться по моему хую, ебцы. У меня будет очко вот так, где-то... Блядь, чё ты вот натуришь и шарик, но думаю, он пиздит ебаной, нахуй. Хорошо. Иван Шурпатов, скажите, пожалуйста, это единственный вопрос, который у вас есть? Нет, у меня еще есть пару подготовленных вопросов, а именно еще есть к злому один вопрос. Злой, а вы точно уверены в своих силах на бой? Ведь вы после трех отжиманий на одной руке и трех ударов по груши, вы даже не смогли нормально встать с... Иван, а вы умеете отжиматься? Да это ж лобак, ебаный, он уже умер, в очках сидит, блядь. Подскажите, пожалуйста. Вы нам продемонстрируете, как нужно отжиматься на ноги? Благо Вайт, благо Вайт. Не надо, не надо, репортер не боится. Репортер, я просто тебе спрашиваю вопросы, алло, блядь. Благо Вайт, подскажите, пожалуйста, у нас конференция в Амстердаме, у нас просто репортер номер два уже не шевелится какое-то не сильное время довольно. Ну и зрачки у него, откровенно говоря, прозрачные. Марк Григорьев, что с вами? Вы так внимательно наблюдаете? Есть вероятно, что его контузило, блядь. Мы готовим зал к завтрашнему бою, дайте секунду, пожалуйста. Слушай, расскажи, как ты говоришь закрытым ртом, блядь. Хорошо, пожалуйста, задать еще один вопрос. Да, мне зоня ответил на вопрос мой, который я ему задал. Что я хочу сказать, послушайте, Иван Шурпатов, вы можете не сомневаться в моей боевой подготовке. Вы лучше посомневайтесь в боевой подготовке этого маленького грибочка. Посмотрите на него. Он себе ни хуя не делал, не тренировался, немножко посасывал, только и разоминал губочки передо мной. Я унесу эту сучку, эту маленькую кошечку. Просто срказу. Не снимайте меня, я в розыске. Мне никто. Мне не снимай, я в розыске. Чтобы начать снимать, нужно убрать... Пол твоих слов было слышно, ебать. У вас объектив закрыт, если что, Иван. Я не говорю, это подставной ебан, бля, ебаный колоссальный, бля. Ты все равно не поршился, не поршится, не поршится, вымусимая рубка, бля. На ничего здесь не выиграть. Ничего здесь не получит, кроме моих киев. Рыжий пиздун, Хэйли. Никто, блядь. Никаких киев, перепелины, добоят, нахуй. Сирия Наруто вышла, беги быстрее. Ребят, смотрите, еще мы кое-что забыли обсудить. Это же как бы считается реванш. И здесь должен быть какой-то призовой. Пока, как говорится, об этом не сообщали. Я прямо сейчас готов с этой девкой обговорить, бля, то, сколько он готов поставить наше противостояние, блядь. В наше время тысячи рублей было много. Ну, в ваше время это, блядь, вообще я уже не будем про это говорить. Адавайт, сколько вы готовы выделить на наш бой? Как бы вы организатор, вы платите деньги. Смотрите, я думаю, что с вас 100 тысяч и со Славой 100 тысяч. То есть мы боремся, по сути, за 100 тысяч, блядь. Нет, за 200. За 200. Ну, если мы все скидываемся, то получается... А если ничья, все, тренером уйдет? Суммы достаточно большие, друзья. Репортером можно, пожалуйста, тоже оплату сделать? Репортером, ты готов кинуться, блядь? Не, просто оплату. Послушай, мне не сильно важны деньги. Я хочу писать его бесплатно. Я уже заработал миллионы. У тебя мальчей нет, ты ее сам все выпил, долбоеб, нахуй. Вечесав, Вечесав, нам... Кого ты там обоссарь готов, нахуй? Секунду, секунду, подождите. Артур, то есть вы боитесь поставить на этот матч? Значит, вы не уверены в своей победе? Вы не уверены в моей компетентности их, где и же... У него ручки трясутся, я, блядь, буду уверен в свою очередь. Я просто говорю про то, что вы боитесь... Такие вопросики. Траха нету. Не надо такое... Хорошо, вы готовы поставить 100 тысяч назад? Я хочу поставить эти копейки и трахнуть этого... Артур Нерчок, вы были замечены в игре в казино достаточно большие суммы, которые вы просто сливали. Но вы не уверены настолько в своей победе... Я готов трахнуть эту сучку, но любые деньги. Григорьев, вы тоже были замечены на игры за большие деньги. Да, это правда. Особенно в Биг Бас Бананзе. Давайте, кто здесь не был замечен, давайте так... Неважно, какие там будут деньги. Важно то, что я выиграю этот бой. И те, кто... Блядь, что ты там мяукаешь, нахуй, капибара, блядь, ебаная. Вячеслав, Вячеслав, к нам срочный вопрос. Да, да. К нам срочный вопрос. Меня попросили, что... Зрители, чтобы вы показали свой бицепс... На камеру. И желательно еще пресс. Пресс сейчас на реабилитации. Нет, пресс, пресс он проебал, блядь. Давайте лучше хуеть, покажем тебе пресс, и видите, блядь, его. Вы можете, пожалуйста, показать пресс, Вячеслав? Могу, сейчас. Слава, покажи ему сразу хуй. Пускай заглотит и уйдет. Показать пресс, блядь, как скажешь, нахуй. Вот поэтому я и буду тебя пробивать, маленькая сучка. Хорошо. Маленькая сучка в трусиках, блядь. Поспасать в кругу ты максимум будешь там пробивать ему. У Ивана Шурпатова нет больше вопросов. Ты ебала, сон, завали, слушай, Шигарина, ебта. Алексей Пчелкин, давайте пресс. Ты, блядь, слышишь, девка, ты просил пресс? Девка, блядь. Давай. Держи, родной, нахуй. Если что, Алексей Пчелкин... О, боже, блядь. Это ваша фотография? Моя, блядь. Это ваша, полковник? Нет, блядь, ваша, нахуй. У тебя там вяленые, кисель, ебаные, блядь, иди нахуй. Это его форма после двух тренировок со мной. Две тренировки с ним, блядь, и все, нахуй. А сейчас уже прошло пять тренировок. Суп завтра сделаем, успокойся, давай. Чё ты там пиздишь, я поскалкиваю, и с тебя суп сделаем, нахуй. Чел, да мы тебя на этой тёрке завтра потрем, который... О, о, Алексей Пчелкин уже здесь. А вот кисель, ебаный, это не... Алексей Пчелкин, четвёртый репортер. Алексей, здравствуйте. Точнее, первый. Добрый вечер, друзья. Добрый вечер, Алексей Пчелкин. О, Алексей Пчелкин, он давно в этой сфере. Издательство Спортивная Жижа. Есть пару вопросов для вас, друзья, для одного-другого боксера. Первый, конечно же, для команды Вячеслава. Да, здравствуйте, Алексей, вы мой любимый репортер. Вячеслав. Да. И Дмитрий Лиханов. У меня к вам вопрос. Вы знаете, Вячеслав, что ваш тренер утверждает, что он некий Микки Голдмилл. Да, естественно, я знаю, я знаю, естественно, я... А вы знаете, что он говорил, что тренирует, точнее тренировал легендарного боксера Рокки? Да, 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 я мне тоже об этом рассказывал. И у меня один вопрос, Вячеслав. Как он может продолжать тренировать вас, если он умер в 1982 году? А вот это вопрос. Умер кто, Рокки или тренер? Я же говорю, тренер полковника Пиздобола, он, блядь, овощи боли. Как его зовут? Подожди, Микки Голдмилл? Микки Голдмилл. Микки Голдмилл. Можете посмотреть третью часть тренера. Тренер. А может я отвечу? Боец, точнее. Алексей, с вашей стороны было очень здорово уличить меня в этом. Но не забывайте, что есть дети, и я его сын. Микки Голдмилл младше, если вам так будет угодно. Да. Вы тренировали Рокки? Или вы тренировали сына Рокки? Я пятого Рокки тренировал и шестого Рокки тренировал. Попакиваешь под судном делал вообще за такую клевету. Шест, шест Рокки на счету. Вот-вот. Вы тренируете своего бойца? Какой вопрос? Это Микки Голдмилл младший. Микки Голдмилл младший. Микки Голдмилл младший. Микки Голдмилл младший. Микки Голдмилл младший, что у него может штанишек завалялся нахуй. Чего там пиздите, сусынки ебаные, капли, ебаные. Когда мне было 10 лет, меня батя отводил в лес и показывал мне все приемы. Дмитрий, он отачал годами. Дмитрий, скажите, пожалуйста, есть ли какие-то схожести у Вячеслава? Дим, блядь, ты в натуре умер в седьмом нахуй. У Вячеслава, я скажу вам, Вячеслав уникальный боец. И я нахожу в нем не только схожесть строки. Чувствуется напорство его. Не то, что напорство. Я нахожу сходство с Иваном Драгой. Я нахожу сходство с Аполлокридом. У него скорость, у него удары, сила. Микки Голдмилл младший, такой вопрос. Очень быстро сосет меня на ринге. Говорят, что Вячеслав тренируется день и ночь. И никогда не пропускает тренировок. Да, я составил ему сложную программу, потому что бой очень скоро. Можете сказать буквально пару дней из ваших тренировок? А самое тяжелое, я могу сказать так. Самое тяжелое было Вячеславу из рецептационного Вячеслава убрать секс. Он очень его любит, но, к сожалению, сейчас я ему сказал никакого секса. Я очень жадный до секса, я постоянно ебут уже позлого, блядь. Мне звонила его девушка, я сказал никакого секса. И он терпит, ждет. И за что, за что большое спасибо Дмитрию Мексу, что он заменил меня в этом видео. Знаете, что будет завтра? Дмитрий, одну секунду, пожалуйста. Если есть возможность, не носите попкорн, пожалуйста, по залу, потому что Репортер 2 заебал здесь на пресс-конференции. Знаете, что я хочу сказать? Почему я еще использую эту тактику воздержания от секса? Потому что я хочу, чтобы мой боец на ринге ебал. Ебал все, что движется. Это мой тренер, сушка! Ты застал на хуже! Вячеслав, Вячеслав. Это твой тренер, блядь. Пусть и... А вы не боитесь, что он не сдержится и выебет вас? Факт, не боитесь. Такая вероятность есть. Такая вероятность есть. Я защищен. Я защищен. Нельзя отрецепт такое. Ну скажу так. Господин Доновайт. Да, Алексей. Можно я? Только теперь к Вячеславу. Да, да, точно. Скажите, пожалуйста, давно ли вас тренируют данный господин? А конкретно к плотной тренировке мы приступили прям вот, так сказать, в кратчайшие сроки до начала боя. В ближайшее последнее время или как называется там. Вот. Ну, можно сказать, что недавно. Просто я видел вас. Там, честно, пиздеть не стану, мы помрачительные, блядь. Я недавно видел вас у другого тренера. Блядь, да что ты там скрипишься, нахуй, слышишь, блядь? Дверь-то ебаная, ржавая, блядь. Петля-то ебаная, блядь, обмусранная, нахуй. Ладно, Артур, если вы хотите поговорить, давайте поговорим с вами. Вопрос для вас, если вы не против, а ваш тренер тоже. Конечно, я вас слушаю. Его тренер никогда не против попку запустить, блядь. Артур, вопрос следующий. В какой слепочек там, блядь? Артур, вопрос следующий. Мы знаем, что вы не особо тренировались перед первым боем, но все равно выиграли. После этого у вас были тренировки перед реваншем. Не будет ли он для вас легче, чем в первый раз, господин Артур? 8-0, уважаемые. Послушайте, Алексей, все эти тренировки, только не думайте, что я испугался какого-то маленького мышонка, который может мне что-то сделать. Этот маленький снич даже меня не коснется. Вообще, ни одного удара. Я буду удачеваться от каждого его удара. Он будет просто бегать и махать по воздуху. Отхуйца, ты ему не увернешься, блядь. Слышь твои муски шаловливые, нахуй. Его кисельный макс будет добиваться с одного тренера, блядь. Его уходка будет только на уровне моей мотни. Послушайте, это все только для того, чтобы его просто трахнуть. И все. Я говорю, это 10-0. Ни одной победы. Только сосать, только на юге. Что ты можешь? Как ты можешь подкрепить свои ебучие слова, нахуй, слышишь же, блядь? Я подкреплю завтра в бою. И ты познаешь, что такое... Подкрепишься завтра в бою, блядь. Я сейчас выучили с ними, блядь. Я хуя заполнил, блядь. Ребят, я правильно понимаю, что вы будете играть до 10-ти побед. До 10-ти побед, совершенно верно. Бел-10, да? Не, просто до 10-ти побед. А может, это и Бел-10 называется. У нас репортёр четвёртый сливает информацию заранее. Смотрите, он снимает всех. У нас потайной источник, блядь, рыжий, слышишь? Рон Визли оказался крысой, ебать. Убери свою палочку маленькую, нахуй. Иван Шурпатов, прошу, пожалуйста, не выкладывать никакую информацию. Никакие видео до... Не буду, не буду, извиняюсь. Спасибо. Дорогие друзья, как с вами матча ставки будут на данный матч у вас производиться? Я думаю, в первую очередь, перед тем, как я отвечу на этот вопрос, я хочу узнать мнение каждого репортера и услышать их prediction, так сказать, на предстоящий бой. Поехали. Начнём с первого репортера. Взяв и взвесив все за и против, на завтрашний поединок, даю prediction. Победа со счётом 6-4 в пользу Вячеслава. Алексей, они играют до 10 побед. А, блядь. То есть, может быть, даже 10-9. Ну, тогда 10-9. У-у-у-у! Сосать ей бать за чеканец, блядь! Вячеслав, а вам не кажется, что до 10 играть очень долго? Поверь мне, мы будем играть первые 10 раундов, нахуй, где он будет падать от моей коленочки, блядь, горячий, блядь. Это ваша сошка на первом репортере верит сильно в вас. Я хочу сказать, что он сильно расстроится. Да он купленный. Хорошо, спасибо большое, Алексей. Вы, кстати, самый приятный корреспондент. Очень приятно с вами вести диалог. И ваша корпорация, BigBusBox, тоже. Как раз кручу, как раз кручу, да. Спасибо, репортер под номером 2. Блага Вайт, можно взять ебящий мак. Ебало, закрой шляпник. Еще раз приветствую вас, дорогие друзья. Это тебе сам Велбулом. Приходи завтра на бой, братья. Прежде чем я отвечу на ваш вопрос, я хочу задать такой же аналогичный вопрос бойцам. Друзья, какие у вас предикции на ваш бой? Да, я вот честно, вот если просто здраво, трезво посмотреть на всю эту ситуацию и на этого ублюдка ебучего, нахуй, слабого, немощного, блин, на эту анемию, блядь, просто облысевшего, ебать, бледную. Вячеслав, можно я отдам свой предикцию? Который уже все трясется. Да, конечно, я могу дать слово тренеру, но я думаю, вы уже поняли, в чем я понял. Если получит только не твой оппонент, но и один из репортеров, какой, догадайтесь сами. И еще и тренера, блядь, слышишь, Леща словит, блядь, отцовского Чапалаха, блядь, поймает, нахуй. Дмитрий, я бы в вашей возрасте не выражался, вам бы дожить до завтрашнего боя еще. Это тоже верно. Покусы за вторым репортером. Хорошо, спасибо, Маргарь Григорьев. Мой предикшн, мой предикшн, Бадим, мой предикшн на бой, мой предикшн на бой, я, третья сторона, я ко всем нейтрально отношусь, правда, не то чтобы Алексей Пчелкин, это купленный репортер по прошлому матчу. Ты пиздеще послышишь. Попугай, нахуй. Вот, моя ставка, если будет best of 10, 10, до 10 побед, до 10 побед, понял, 7-3, в пользу Артура Нерчука. Какой 7-3, блядь, это вообще тупейший, блядь, просто. Репортер номер два, вы же реально походу это. Репортер два, сука, самая 10-й, блядь, точно. Марк, Марк, подскажи, подскажи, пожалуйста, а вы завтра своим парам, наоборот. Репортер под номером три, Максим Павлов, скажите, пожалуйста, чтобы никакая информация не попадала сейчас в сеть, спасибо. Алло, репортер уборщица под номером четыре, чё за хуйня? Алло, Дана Йосип, Дана Йосип, я хочу ответить на поставленные мне вопросы, прошу меня не перебивать. Заебал снимать, нахуй. Я хочу дать свой личный предикшен от второго репортера, который меня поинтересовался, так как мой оппонент уже дал. И мне кажется, это будет просто в ноль, просто в сухую. Максимум выиграет один раунд, и то я ему дам возможность. Родной, просто в ноль твою попку раздер, блядь. Я контролирую это поле боя, я контролирую тебя, твои губки, твою попочку, твои ручки, я тебя полностью контролирую. Ты в моем влиянии, сучка, ты мне ничего не сделаешь, ты будешь только сосать. Артур, но я бы не возвышал ваши силы, потому что все-таки мы за красивый бой, а не за выебоны, какие сейчас он нам предоставляет. Он уже однажды доказал. Артур, я хочу видеть мой страх, сними очки. Не в ту сторону, мне кажется, Дим, ты закрутил, если что. Марк, я думаю, что сейчас возможность у Артура, как вы говорите, выебываться есть, потому что все-таки предыдущий бой он провел со счетом 7-1. Спасибо, Марк, большое. От него устанутся, только они выжили, ебаные, нахуй. Можно вопрос, Репортер 2, это ты лужи, какого, блин. Да, конечно, самое, конечно. Репортер 2, вы сосали? Да. Да. Долбою, ты 4-й репортер. Репортер 4 вам ответил на... Видимо, сосал репортер 4. Извиняюсь, извиняюсь. Он просто знает за репортера 2-го, у них там были тесные связи. Все, вопрос закрыт. Все, вопрос закрыт. Спасибо. Максим Павлов, пожалуйста, скажите, пожалуйста, ваш предикшн. Проанализируя всю ситуацию, несмотря на то, что Артур в прошлом дояркой сидит в обосранном халате, не стоит забывать, что тренер Вячеслава пиздобол, а сам Вячеслав проебал уже 7-1. В смысле пиздобол? Ты тренер Рокки, блядь. Смотри, как переобулся. Полностью согласен. Ты смотри, как переобулся. Сука. Ебаные папарацци, блядь, ебаные крыши, блядь. Смотри, как переобулся. Хорошо, спасибо большое, спасибо. И, конечно же, мы хотим спросить у Ивана Шурпатова. Также, также, сделав анализ по прошлым боям Вячеслава Бусиленко, он каждый раз сосет практически в ноль. Он сосет практически в ноль. Другие дисциплины здесь не затраиваются, блядь, пожалуйста. Тогда о чем пиздит этот мандарин, блядь? Это он тоже в бой, в бой было, это все в бой было. Мне кажется, счет будет 10-5, и то, ну, при тех случаях, если Артур будет рофлить над своим оппонентом. А, ну, тем самым отдавав ему пару раундов. Будет счет примерно 10-5, 10-4, вот такой. Артур его просто растопчет в этом ринге. Иван, можно к вам такой личный вопрос? Вы как тот человек, который уже был в бою с Вячеславом во многих дисциплинах. Скажите, пожалуйста, как оппонент он каков? Но, скажу так, он не подготавливается. Ну, жопу я порвал ему, блядь. Не подготавливается, да. Да, не подготавливается, потом сосет и потом ноет. Вот три его, блядь, причины. А ты, сука, девка, ебаная, блядь. Хорошо, хорошо, спасибо. У меня есть вопрос данного. Так, своему оппоненту Слава, расскажи, что ты умеешь? Как ты тренировался вообще? Что твои ручки умеют? Ты хоть что-то за этих 5 дней усвоил? Или ты усвоил только мне куточки возле своей мордочки маленькой? Родной, мне кажется, твой тонкий кишечник, блядь, усвоил мою сперму, еб-то, дура, ты ебаный, блядь. Ты питаешься моим потенчиком, блядь, ублюдок, ебаный, блядь. Подождите, подождите, Вячеслав, Вячеслав, смотрите, есть такая одна проблема. Из-за того, что это ваш стрим, то ваш голос доходит хорошо, а злого немножко плохо. Поэтому чуть-чуть сдерживайте себя, когда злой говорит. Спасибо. Прикройте, ебаный. Это не поможет, это не поможет, потому что работает шумо-продук. Забился, да? Расскажи, как ты тренировался, расскажи. Запомни мои слова, блядь, завтра ты забьешься, блядь, и у тебя будет два варианта. Либо выбежать из клетки, либо блядь, растянуть мои штаны, блядь. В наше время Артур говорили, что солнечные очки в помещении одевают тогда, когда боятся показать страх в глаза. Расскажи, ты мои рапу помещение тоже не носишь, слышь, клоун. Слушай, я толк, ты ебаная мышь в моих глазах, я тебя схаваю, просто ничего не попал. Я очень хочу попросить сделать голосование, предикшен наших зрителей, как они думают, кто победит. Господин Дановайт, если еще есть время, я хотел бы ответить на вопрос, почему именно я один поверил в Вячеслава, чтобы снять с себя подозрение, что я продажа. Кстати, спасибо большое, что вы это сказали, я хотел это спросить, почему именно вы поверили в Вячеслава, хотя предпосылок к этому нет. Я могу ответить за него. 250 тысяч за башня Дановайт. В этот раз они будут драться до 10 побед. Мы заметили, что выносливость Артура на очень низком уровне. Он буквально встал, сел на кресло и уже выдохся. Это большая проблема. У них были короткие дистанции, на длинных дистанциях Вячеслав более выносливый, нежели чем его оппонент. Поэтому здесь логично предположить, что победа достанется. Артур, представитель того рода бойцов, о которых говорят силы есть. У меня есть конструктор, аргумент этому вашему вопросу. После победы надо мной в этом матче в UFC, я предлагаю Славе забиться в VR-бокс в турнире 1 на 1. И мы посмотрим, у кого сильная выносливость и кто умрет после первого каунда. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай мы это сделаем. Нет, ребят, посмотри на то, нахуй, ты слабочок, ты пустичка, юбанная, блядь. Если меня не ошибает, как говорится, мой информатор, то до этого в VR-бою также победил злой. Пиздёж. Кто твой информатор, скажи, это ты рыжий, это цапляр рыжая, блядь. Так же само победил злой. Вы, кстати, ему кое-что обещали, но не выполнили это. Благовай. Яр-бою победил тренера. Так вы, боец, ещё и пиздобол, получается, за словами в ответе. Против меня все, сука. Против меня все, нахуй. Тренер, хоть ты со мной, тренер. За своими инструкциями. Тренер, хоть ты со мной, родной. После боя тренера тебя уйдёт, нахуй. Тренер, родной, ты со мной. Гриб очень заплакал. Тренер, блядь. Мы одно целое. У тебя вообще аналитики провели небольшой анализ. Подождите, подождите, Марк, секунду одну. У нас сейчас идёт голосование, и у кого есть возможность, проголосуйте. По результатам которого выигрывает какая-то юбочка ёбаная, эта девочка ёбаная. Выигрывает пока злой 56%. Я завтра на руку пиздёнку ёпта. Друзья, между делом, я выступаю букмекером в данном противостоянии. Все деньги вы можете отправлять мне. Они распределятся в нужном направлении. Коэффициент на зло 1.17, на славу 4. Есть возможность залить. Ебать. Нихуя себе, блядь. Хороший кэф. У нас есть кэфы, блядь, я сейчас со мной себя залью. Кто хочет, короче, расстаться с бабками, то лейте на славу. Ой, чё ты там пиздишь, нахуй, подпёздок, симбиот, ёбаный, блядь. Чё ты сказал, ржавый? Пизда, ёбаная, нарославливый, нахуй, ёбать, пизды, понюхай. Проси, проси репортер 4 перепутал. Знаете, какое отличие между мной и славой? Ну, какое отличие? То, что мой оппонент не держит язык за зубами, он любит этим язычком мне отсасывать каждый раунд в следующем бою. После завтрашнего боя и зубами ничего не удержать будет, потому что их не станет. Ой, 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 ой. Страшно, зато он выиграет. Чё ты ответишь моему тренеру, девка, блядь? Попомню. Хочу потерять зубы. Хорошо. Честь. Понятно. Вячеслав, я сейчас отвечу твоему тренеру, но не успею. Быстрее меня ответит ему время. Артур. Артур. Хорошо. Спасибо очень, очень приятно злой, что вы готовили шутки к нашему шоу. Спасибо, Вячеслав. Да. Скажите, пожалуйста, я знаю, что вы приготовили уже речь на победу, но вдруг, вдруг так произойдет, что вы проиграете. Что, конечно же, маловероятно. Я не допускаю таких вот вообще исходов событий. Ни в коем случае, честно. Если у вас нет ни единого шанса проиграть. У меня нет ни единого шанса проиграть. Если я проиграю завтра, я упаду, блядь, в грязь. Хорошо. Вячеслав, Вячеслав, что вы скажете, если все-таки вы проиграете? Если все-таки я проиграю, возможно, я уйду из большого спорта. Придется сосать. Потому что проиграть этой киски ебаной, это просто позор вселенского уровня, блядь. Вячеслав, исходя из нашей аналитики, ваш тренер вообще не смог достигнуть успеха ни в одной из дисциплин, которые когда-либо он прикасался. Это все правда. Это правда. Это правда. Исходя из нашей аналитики, я сейчас заметил некие заговоры, блядь, которые представители этой конференции, блядь, против нас активизировали. Исходя из жизненной аналитики, блядь, репортер должен превзойти своего тренера. Подождите. Эээ, Вячеслав, вы же понимаете, что это для вас плюс, что все настроены и все против вас. Вы выступаете в этом бою как андердог. Я андердог, я подземная собака. Куда вам будет проще? Он черная лошадка, которая сделает свое дело. Я черная лошадь, ебанеее! Черная лошадка тренера Артура Нерчука. Вячеслав, почему именно черная? Дана пенис. Я хочу кое-что сказать. Я хочу сказать всем спасибо, кто голосует за меня. Дана пенис, это ваша мама, Артур. Опа! О-о-о-о! О-о-о! О-о-о! Вы находите на СЕС-конференции, пожалуйста. Походу, следующий бой, ебать просто с данной лайтом. Я хочу сказать всем огромное спасибо, кто верит в мою победу, голосует меня. Я, как настоящий грибник, покажу вам, как убирать грибы и сорняки в виде этого тренера-фейка-наебщика, так сказать. 2004 год, запомните. Группировочка, вся хуйня. Смотри, бледовую поганку не съешь случайно. Хочу сказать, что все, кто верит в славу, вы очень сильно расстроитесь, когда вы увидите его на полу, и я буду сверху его просто гасить. Просто расставкивать. Просто скакать на мою хуй будешь. Эта маленькая сучка будет плакать в ринге. И этими слицами я буду мыть свои перчатки все его лица. Что ты там попиздил, сказочник ебалый? Ребят, у меня есть смех, это защита. Артур, миссионер нет? Ребята, ребят, смотрите, у нас есть кое-какая информация. Вячеславу ничего не нужно ставить на кон поражения, потому что диказа уже все поставила. Это его девушка Екатерина. Она сказала, что если Слава проиграет в завтрашнем бою, она уходит к злому. Чегоооо. Оооо. 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 меня будет очень важно что это не такой кровавый спорт нет вячеслав вы не правы вы столько уже в своей жизни проиграли а она все еще с вами не переживайте после этого боя она останется да я хочу чтобы сказали пару слов алексею единственному человеку в этом мире в который вас верит потому что дмитрий вас не верит он просто получает деньги за тренировки и причем не хуйный уебок старый блять мы верим в двух бойцов я за идею это рыжая кочерга пиздит нахуй ты чё хуела ебало сусти не нахуй слышишь бля шлёпались ёбаный блять на бой после твоего поражения нахуй понятно иван строго скажите пожалуйста организации здоровый член шестнадцать ржавый спорт нахуй нахуй клиника ржавый спорт репортер блять телеканала ржавый спорт нахуй хахахахахаа хаахахахаа хахахахаа пому считывайте что вы очень неприятно вы готово ты готов А-а-а, а то, что первое репортеро подкупили вообще вам вообще поебать, да? Какой подкупили, слышишь, бля, твою подкупили. А какие вы все доказательства, бля, за них били? Какие у вас есть доказательства, Иван? Никаких доказательств нету. Но он так доходит бойца номер один, то что... Просто если бы даже я его не дефал, это было бы... Я скажу честно, я скажу честно, я завтра выебу злого без лишних слов, нахуй. Послушай, да ты одна идем в рынке, я тебя пизжу, нахуй, су-сунок ебаный, нахуй. Я тебя видел возле сырного завода. Ты боялся ко мне подойти, ты был с типами, я сказал, подойди сюда, решим все на улице. Чё ты в нюпочку засунулся, куда ты съебался, ты... Я тебя видел, нахуй, в чешком порно, блядь, ты тот чел, которому хуй сует дырочку, блядь, который ртом работает, дверь, ебаный, иди нахуй, ебаный, блядь. Ты пизжу, ты маленькая... Эй, ты понюхай пизжу, ох, ебаный, блядь. Слава, Слава, стой, копии, копии неги, не трогай. Я предлагаю попробовать, попробовать сделать завтрашний матч сейчас. Битва взглядов. Кто первый моргнет, тот проиграет. Снимай очки, и ты снимай очки. Снимай очки, девка, ебаная, не, я не могу. Пару ласковых, фейс-то-фейс, друзья. Не-не, сними, сними, Слав, так нечестно. Насчет три, вам не нужно моргать. Если вы моргнули, вы проиграли. Я снимаю, нахуй. Он завис, блядь, он завис. Раз. Не-не-не, завис, нормально. Я снимаю, давайте. Одну секунду, там подготавливается, подготавливается сцена. Давай, девка, ебаная, нахуй. Здесь у меня мало шансов. Смотрите, смотрите в камеру, пожалуйста, чтобы нам было вас видно. Ближе, 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 ближе. Закройте глаза, пока они говорят. Ближе друг к другу, ближе друг к другу. Блюду, нахуй, ебаная, тварь, блядь. Нет, вы должны смотреть друг на друга. На счет три вы должны смотреть друг на друга и немножечко в камеру. Друг на друга. Пошел отчет. Три. Два. Один. Забываем, что такое моргать. Мне показалось, или правый боец показал, что готов член отсосать? Да, да, да. Я его тоже видел. Это я его учил. Почему-то левому бойцу очень смешно в данной ситуации. Мне кажется, правый боец уже раз десять моргнул, нахуй. Нет. Если что, есть одна проблема, то, что левый боец моргнул прям с нулевой. У правого такая же была проблема. Мы можем пересмотреть реплей. Дурак, нахуй, дурак, ты емкость для спермы, нахуй. Мне кажется, или левый боец моргнул. Я твой постук можно, моргнул. Давай сделаем фасту фаст девка, ебаная, нахуй. Уважаемая организация, а в какой весовой будет бой, не подскажите. Не в курсе. Я думаю, что весовая категория сейчас... Я думаю, что он обосрется, он похудеет. Восемьдесят четыре килограмма. Так, злой больше весит этот перевес. Я восемьдесят два вешу, кому ты сам расскажешь. Восемьдесят четыре, ебаная, блядь. В нем, нахуй. Да ничего, он завтра из тебя душу выбьет, поменьше станешь. Войны играет в килограммах, так и в росте. Силуй. Но я думаю, что нашему щупленькому хлюпику Вячеславу на это настраду. Поближе, поближе, полковник, поближе. Он его работает за счет скорости и молниеносных ударов, которые не замечают даже его тренера. Иди сюда, нахуй, я тебя съем, блядь. Я тебя сейчас вну с палец застуну, сука. Ближе, ближе. Блин, злой так трясется, как будто его уже ебут нам. Давай ближе, родной, давай, нахуй. Что ты нахуй не спущируешь, блядь? Туда, пенис его. Давай, туда, пенис его, ебашь. Бля, злой, не соси. Будешь, блядь, попадать, нахуй, в мой старец, ебал. У тебя большие проблемы, нахуй. Сделал, блядь. Ну, ты яйца сделал сейчас, блядь, чисто так разъебаешь. Крутые яйца, то, что не скажешь про твои яйца, моллюски ебучие, нахуй. Увидишь их завтра на своем личике, блядь, когда будешь лежать на каузе. На своем личике они как, блядь, как две капли воды максимум будут ебать. Слышишь, дурак ты, ебучий, нахуй. Но они будут, по факту, нахуй. Свою икру, ебаную, достанешь, нахуй. По факту, нахуй. По факту, нахуй. Ребят, хочу вам сказать огромное спасибо, что вы пришли на сегодняшнюю пресс-конференцию. Я, кстати, удивлён, что он пришёл, блядь, потому что с такими малюсенькими яичками он должен был, блядь, за дверью стоять и слушать, блядь. Иди, покажи, продемонстрируй, что ты можешь, как ты дерёшься. Ну, как говорится, на эту пришёл, он на следующую приедет. Вячеслав, правда, ради. Он пришёл раньше, чем вы. Кто, я? Я был на тренировке. Тренер, подтверди. Тест на допинг сдавать будем? Да, не был на тренировке. Если что, тренера мы разбудили уже прямо на стриме. Он мне дал задание целую часть боксировать и ушёл спать. Мне дал задание боксировать и ушёл отдыхать. Это тренер, он сам решает, как меня учить. Поэтому заключается ваша тренировка. Да. Моя тренировка заключается в тренировке дикой выносливости, животной выносливости и желании. Желании, можно сказать, я не знаю, можно ли ругаться на этой конференции? Есен хуй. Один мат. Можете употребить. Один мат. Я хочу, чтобы мой боец ебал противника на ринге. Я смотрю, вы любите, когда вас ебал. Тренер, я вас не подведу, тренер. Я вам пизду ставлю на кон, нахуй. Иначе тебе придётся ебать меня. Придётся, придётся. И после того, когда я выебу тебя, нахуй. Ну, первый тебе хватит, пеликан, ёбаный. Просьба зала, просьба с октагона. Очень аудитория просит фейс-ту-фейс тренеров. Давайте устроим фейс-ту-фейс. И потом они разберутся. Я даже не хочу на этого клону насмотреть. Мне кажется, они должны разобраться в VR-боксе. Что, уже боишься? В VR-боксе я не почувствую его. Давай, давай. Послушайте, а как вы можете вообще в славу голосовать, если вы не видели, как он дерётся? Тренировок не было ни в эфире, ни везде, блядь. Родное, то ты делал то, что, блядь. Если мне есть чего скрывать, мне есть чем тебя удивить, нахуй. На, нахуй, ты в тебя, блядь. Терпи, терпи, Диман. Покормите генса справа. Да, блядь, ты в зрителей пленел. Ты плен в зрителей. Нахуй ты в пацану пленел. Да, блядь, ты в зрителей, ебан. Плю в него, в него. Диман, возьми, Диман, возьми вот эту хуйню и на нос, как клоун, ебаный, вот так вот, с красным носиком, блядь. Хуйлю ты смотришь на, блядь. Мне кажется, я надо устроить, мне кажется, я надо устроить ебейший бой. Что, у тебя VR-чик есть? Давайте разломнул, нахуй, слышь, VR-чики, блядь. Он успокоился. Ты что, много слов, я привык больше делать. Я привык больше делать. Я тебе очко зашью, нахуй, возьми. Я тебе верю, нахуй. Прежде тем говорить. Я тебе что, я из твоей жопы сито сделаю, будешь сраться. С каждым своим словом я все больше и больше отпускаю. Тренер, я в тебя верю. Ты что сказал, нахуй, я тебя через маргут просажу, нахуй. Ну-ка, развернись на твоем стульчике на 180 градусов. Ты что, ты что, нашел мараевку, что ли, нахуй? Я скоро подойду. Хлопну, нахуй, вот такое сито из твоей жопы сделаю, видел? Тренер, бля, в прямом эфире говорит о том, что я ущу. Я тебе говорю, ты в прямом эфире унизил. Дмитрий, почему мы чувствуем тряску, но иксайла тут нет? Тряски? Тренер, мне показалось, или у вас руки трясутся и вы обосрались? Тренер, вы что, испугались? Это от алкоголя, кстати говоря. Никакой тряски. Тренер, мы не испугались? Не помимо, не забывайся о моем возрасте, Вячеслав. 250 тысяч, куда всадили, который вам дал Вячеслав? Скажите, пожалуйста. Я всадил куда? Да, вот интересно. Давайте не будем слушать, что я всадил в вас, понятно, нахуй? Важно, куда я их всадил, а важно, что всадил в тебя, зла твои. Я первый сказал, соси, нахуй. Сосать. Так, ну я думаю, все, лишние слова, ну, уже больше. Мне кажется, этот конфликт надо оставить на завтрашний день, бля. Пусть он решится в ринге, бля. Но перед рингом он еще и решится чуть-чуть раздевать. Я хочу, какого он уже возьмет, мы сходим. Знаете что? Знаете что? Я хочу спросить последний вопрос у Артура. Артуру, в завтрашнем бою у вас не будет тренера. Он вынужден... У него командировка, бля. Ему срочно вызвали, он как эскортница, бля. Сосать даже. Артур, не будешь ли ты чувствовать себя неуверенно без поддержки своего тренера? Послушайте, вы знаете, что происходит с волком? Что происходит с волком? Ты давали сону, заткнулся нахуй. Тренер еще может. Ты тогда терпел, а что ты своей ебал? Самвел, Самвел, подождите, дайте сказать, дайте сказать, дайте ему ченку я бучила. Да-да-да, простите, простите. Давай заберешь его потом. Из больницы. Дмитрий, подождите. Он, когда Дмитрий скажет, у него нет много времени осталось. Вы знаете, что происходит, когда волка, окружая стая гиен, загоняет. Да, да, он умирает. Нет, он умирается до последнего, как воин. Он падает и обсирается, это ты про себя. Он становится еще яростней и сильнее. Так, завтра я буду тем волком, которые две гиены меня окружают. Брат, ты будешь завтра первым волком, который раздвинет жопу ебать. Чтобы вы его не отпиздили, нахуй. Что этого сосунка? Вячеслав. Да. Без шансов. Ваши важные тренера тоже не будет. Я буду. Мой тренер придет, мой тренер не такой исцекло, понимаешь? Он не то, что его тренер, который только на конференции ходит. Я буду на матч. Нахуй. Мой тренер, боец, боец, боец. В 20.00 нахуй, в 20.00. Бля, я в самолете буду. Понятно, очко ебучее. Спасибо, Самвел, мы слышим это четвертый раз уже, спасибо. Самвел просто уже специально говорит, что он будет в самолете, потому что он сливается, потому что он понимает, что на баду реально можно пролететь, пиздюлей, нахуй. Кстати говоря, я вылетаю в Москву, если что. Родной, слышь, ты особо далеко не улетай, нахуй, потому что злой тоже улетит, ебать. Ну да, улетит, слышь, ты птенчик, который разогнался, нахуй. Дедник, блять. Посмотрим, сколько улетит, пусечка. Посмотрим. Родной, ты сучечка, ебать, ты пизденочка, ты кисочка, нахуй, ты пососешь, ебать, завтра, ты это вообще выкупаешь, блядь. Это самая кисочка, которую ты будешь лизать, как сучка, завтра, поверь мне. Я не против полизать кисочку, блядь, но у тебя малюсенький хуй, ебать, промежножек, блядь. Это мой клитор, блядь. Слушай, ебану, мне кажется, что ваш клитор в основе будет злой. Артур, Артур, вы что-то не правильно сказали, скорейся. Дил, скажите, все ли идет по плану с вашим, блядь? Разоги одел. Да, он просто перепутался. Он просто переломался, понимаешь, переломался, потому что довольно сильный оказывается. Он у себя, типа, строит брутало, хотя я сам понимаю, что уже геморрой выскочил, понимаешь, блядь. Пососешь и отлижешь одновременно. Мне похуй, как ты это сделаешь, но у тебя будет возможность, если ты будешь в нокауте лежать на ринге, пусть. Эй, киска, мяукни. Ты справишься со всеми задачами, которые ты делаешь, блядь. Сучка, сучка, ебаная, нахуй, мы завтра разберемся с тобой. Научись мяуукать, нахуй. И научись поджимать хвост, когда я забью тебя в уголке. Сучка, ебаная, мы завтра с тобой разберемся, нахуй. Ты засунул. И запомни мои слова, этот день ты запомнишь навсегда, нахуй. Злой, готов, злой? Этот день ты запомнишь навсегда, на твоих щечках это бьется клеймо моего члена, поселечек. Этот день, возможно, ты забудешь, блядь, но твои щеки будут помнить, сука, до конца, я тебе пиздеть не стану. Твой ротик мой хуй запомнит, как скультуру, блядь, сделает форму, ёпта. А я тебе, блядь, беру, нахуй. Ребят, ребят, скажите, пожалуйста, вы уже наговорились? Да, я думаю, нам надо останавливать все это идея, блядь, потому что я, сука, закипаю, нахуй. Я, сука, закипаю, я завтра домой пиздень, блядь. Вячеслав, тебе и сегодня придется сосать ржав, нахуй. Ребят, секунду, подождите. Единственное, что вам нужно будет завтра сделать, это доказать сегодняшние слова. Я надеюсь, вы это понимаете. Слава. Безупречные мои слова. Мне только что скинули ссылку на трансляцию, ржавый спорт все это время вел трансляцию. Он в крысу, в крысу. О, конференция освещена на весь мир. Телеканал ржавый спорт, ебать. Я же говорил, что это крыса, блядь. Телеканал ржавый спорт оказался крысой, блядь. Ебаный сыр, блядь. Я предлагаю проигравшего на лысо. Нормально. Проигравшего на лысо. Это не мой коллега был. Проигравшего на лысо, нахуй. Ты готов побриться? На слабой берем. А ты готов побриться, девка ебаная, блядь? Яичко, мне нечего терять, ведь я выиграю, яичко. А вот крышка на твиче, ты готов быть, блядь, таким же? Маленький лошочек, блядь. Увидим твой глобус, блин. Я думаю, лучше не стоит рисковать. А че ты сразу придел, ну да? Слил сюда, Ишислав. Ебаный, я тебя не такому учил, не чтоб заднюю давать. Тренер, вы только говорили, лучшая драка не состоявшаяся. Ты его учил давать в зад, а не в заднюю. Ебаного, завали, нахуй, пеликан. Рыжий пиздобол, ты сам, нахуй, сидел там гримси, наклеивал, ебаный носок, блядь. Ты ебанулся, я на лысо подстригся, потом волосы просто отросли, блядь. Волосы у тебя до сих пор на помышках, где отросли, слышишь, пиздун, ебаный ты, нахуй, рухлявый, блядь. Так чё ты, обосрался, да, грибник? Сами выпадут до старости, нахуй. Обосрался, не уверен, блядь. Не обосрался, а перестраховался, блядь. А вот твой боеса всегда тебя уверен, нахуй. Да. Да ты у бойца нечего терять, из него сыпется, как из ебаного, нахуй. Да, тренер, да, тренер. Смотри, на лысо, но не важно, каким образом, можно так же с гримом. Похуй, как, главное, чтобы был факт на лысо. Что бы было интересно. А, опять ручить с камень. Дмитрий, этого не надо было говорить, надо было потом сказать. Ну что, уважаемые бойцы, я очень надеюсь от лица всех репортеров, что вы за свой пиздёж ответите с завтра на поединые. Вы бы ещё за свой пиздёж научились отвечать за таком совет на будущее, блядь. А вы что, обиделись, блядь? Обиделся, блядь, Славу Тыщ? Не-не-не-не, мне вообще похуй, братанчик, блядь. Хейтерс гонна хейт, ебать. Собаки лают, блядь, колаван идёт. Собаки в раю, как говорится, коты в аду. Вячеслав, давай вы себя подзакапываете немножко. Да мне похуй, я вот пиздячий, блядь. Всё согласен. Друзья, мне снова поступил информация от зала, чтобы приз не был материальным. Предлагаю проигравшим на лысо побриться. Тебя, давай побривай, на лысо. Давай смотри, типа, если проёбываю я, то бремя на лысо Алексея. Если, блядь, злой, то у всех троих репортеров. Ха-ха-ха. Давай. Вячеслав, вот здесь Вера начинает просаживаться. Алексей, живи не до конца, Алексей. Алексей, Вере нельзя изменять. Нельзя изменять Вере. Верьте в меня. Как вы думаете, сейчас кто победит? Знаете, Вадим, сейчас Вера немножечко пошатнулась, но в любом случае, я вспоминаю слова Дмитрия Аликса. Если что, всё всегда можно сделать. Ладно, если ты проиграешь Катюху на лысо, бреем. Хуячим, не похуй, давай. У женщин волосы быстрее растут, быстро отрастёт, нахуй, грива. Так что без проблем. А мы не про гриву говорим. Опа. Удачи, удачи вам в завтрашнем бою. Хочу только пожелать, чтобы бой был интересным и, самое главное, красивым. Я думаю, мне с этой сучкой больше не о чем пиздеть. В принципе, разговоры, я думаю, на этом могут быть закончены. Я думаю, тут и так всё всем стало понятно, блядь. Всё понятно, даже на бою тренера не будет. О чем речь вообще? Я запомнился, что у него клитер появился. Он на самолёте летит, пока его боец дерётся. Пока что я буду. Артурчик, Артурчик, твой клитер был как боксёрский мешок, нахуй, для меня. Вот так буду, знаешь, боксики лежат. Знаешь, я буду. Я буду тебе, и Паша, тебе вирбокс. Будешь вот так, Слава, вот так будешь. Вирбокс тебе вгонять в рот, вот так буду, слышишь, согласен. Вот так будешь насасывать, блядь. Я думаю, надо всех поблагодарить за конференцию и на этом, так сказать, подвести итоги. Спасибо, спасибо вам большое. По очереди, покажу всех, так сказать, представителей. Большое уважение Данилу Уайту. Благо Уайт, красавчик. Пожалуйста, пожалуйста, ребята. Мой незаменимый и сильный тренер Дмитрий Ликс. Микки Голдмилл. Который... Сыкло, который съебётся и не придёт на бой. Кого, блядь? Кого, блядь? Ты про кого, нахуй? Чё, который придёт на бой и на его отъебут в жопу, блядь? Отъебу тебя, слава. Единственный репортер, который шарит в боях. Ха-ха-ха, куплено всё здесь, нахуй. Куда ты полетел, за хорошо? Умовство. Долбоёб, который сидит в туалете и на хромаке и включил конференцию UFC. Репортер, который переквалифицировал со звезду кампуса. Ха-ха-ха, это я. Максим, Максим Кометов. Рыжий пиздобол, который до конца жизни обиделся на то, что я его выебал в КС-16-2-16-3. О, боже, блядь. Хорошо, вспоминай, нахуй, Клэш Рояль, блядь. Давай, соси, нахуй, бэбру, блядь. Все мы увидели, как у тебя спина утишься, блядь, 16-5 здесь. Иван, а что вы думаете по тому, чтобы устроить реванш в КС-ГО? Можно, конечно, но... У нас уже два и так матча было. После двух проебов никто не делает реванш. Там первый матч 16-5, 16-10. Он первый там что-то всосал 2-1 вроде, а второй ещё 2-0 улетел у меня. Репортер четвертый сейчас в хорошей форме, я думаю. Я сейчас в отличнейшей форме. Он просто ебёт. Четвертый репортер в отличней форме, чтобы спуститься по столу. Серьёзное предложение. Какое, Вадим Казаков? И Вячеслав, что если я вам предложу сыграть на одну тысячу долларов один на один? Прям сейчас? Решить этот конфликт. Нет, конечно же, не сейчас. Мне кажется, он отсысёт хуя. В остановленное время. Если я подготовлюсь, у меня будет тренер, как и здесь, то он также будет сидеть после поражения. Хочу напомнить то, что когда я тебя выиграл, хочу напомнить то, что когда я выиграл, вот я 16-3, 16-2, я не играл в CS в месяц до этого. Начнём с того, что я даже не тренировался, и у меня был стрим включён. Пиздобол ебучий, нахуй, когда врёшь, нахуй кран протыкает. Если что, тысяча долларов будет получена на Binance? Нет, нет. Я думаю, приятная, приятная такая. Как говорится, для кого-то мелочь, но приятно. Я в любое время готов. Для кого-то нихуя себе давай. Завтра Артур будет как луна. Для кого-то ничего, брат, можешь и себе оставить. О, нихуя ты, блядь. Готов забрать, если походик оказывается, нахуй. Неуверенность проснулась в лице Вячеслава. Не-не, я-то наоборот. Не-не, я-то наоборот настолько уверен, что ему похуй на бабки, блядь. Мне вообще поебай, барзанчик. Я эту сучку как семечку ёбаную щёлкну, блядь. Как и завтра злого, блядь, как пикленную, блядь. Смотрите, смотрите, получается, Вячеслав, какова ваша цель? Завтра победить злого, а потом победить, доказать шурпату, всё-таки, чтобы не лох. Моя цель, блядь, отстаивать своё, нахуй, имя, блядь. И доказывать тем, кто пиздит, что я гриб, нахуй. Вячеслав, покажите свою раму. Блядь, без проблем. Желательно пресс, желательно пресс, Вячеслав. Вообще без проблем пресс. Блядь, покажи кисель ебаный. Ебало свою завали, нахуй. Готов, блядь, готов? Готов. Девка ебаная, нахуй. Где твой пресс, вставай, сучка. Это ты? Ебало, ебало, нахуй. Пусечка, ебать, подними футболочку или там что, блядь, у тебя? А там пиздец, Артур, там полный пиздец. Там чисто одни круги спасательные, блядь. Один новый видер. Подождите, у меня сейчас небольшая наобилляция. Вячеслав, покажите свой спасательный круг, пожалуйста. Ну кто-то меня пиздил. Верни чуть голову. А шо я, боже мой? Тулыши, тулыши, тулыши. А куда, Хрислав? Вячеслав, немножко кажется, что как будто это фотошоп. Рот ниже, вот. Плечо, плечо, плечо бери. Как будто уже челюсть снесли, блядь, в сторону. Плечо, плечо, плечо бери. Слав, тебе как будто уже ебало снесли, слышишь? Да, реально. Че там рыжья пиздел, нахуй? Кто там на меня пиздел, нахуй, что я слабочок? Как будто немножечко не верится. Это все эффект камеры. Камеры полнят, камеры стройнят, камеры врут. Грут. Рот. Камера брут. Камера грут. Камера грут. А ты еще здесь? Спасибо вам за конференцию.